Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Обсуждаем все самое важное и интересное, что происходит в мире, в стране, в городском округе Люберца, ну и, конечно же, Новый год. Куда же без него? Продолжаются праздничные дни, продолжается наше, надеюсь, хорошее настроение. И у нас в гостях заслуженная артистка России, руководитель хора русской песни Красковского культурного центра Лидия Васильевна Ходякова. Здравствуйте, Лидия Васильевна! Это же правда, что когда праздник, людям хочется петь. Совершенно верно. И так должно быть. На каждом празднике должна звучать музыка. А вот почему человек поёт? Почему нам это свыше, что ли, дано? Причём, неважно, умеет человек, не умеет. Знаете, бывает, идёшь в караоке где-нибудь, слышишь, но не то, что в ноты, никуда не попадает, но поёт всем телом, душой. Почему человеку дано такое право? Человек рождается и умирает с песней. Вот только человек родился, ему сразу поёт колыбельное, на протяжении всей жизни, что бы он ни делал, будь то работа, будь то праздник. Вот я как раз народница, и вот народные песни как раз есть по всякому поводу. Когда человек умирает, тоже звучит песня, плач звучит. Так что вся наша жизнь связана с песней. Звуки? Звуки, конечно. Звуки нашей жизни. Вы, я так понимаю, принимаете активное участие в программе Московской области «Активное долголетие». Да. Так как хор русской песни – это как раз, наверное, тот жанр, в котором, ну, так повелось, что ли, издавна люди зрелого возраста, которые, кстати, и помнят очень многие русские песни, причём не только первый куплет, как мы некоторые, а помнят, да, как пели их бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки, кто кого застал. Вот после того, как программа появилась, что-то изменилось в жизни вашего хора? Или до этого у вас было много представителей? Да, я поняла вас. Но так случилось, что я уже много лет работаю вот в хоре, и именно с таким вот возрастом. Потому что сначала это было из-за того, что люди после работы, не все могут прийти, а вот люди пожилые, они как-то так воспитаны, что в их молодости всё время звучала песня. И бежить без песни просто невозможно. Жизнь была такая, что песня развлекалась. Они ходили всё время заниматься. Вот с этой группой я уже работаю 37 лет. Да, и сейчас вот в Коросковском культурном центре я веду хоровой коллектив, я там работаю только год. Я не скажу, что прям ко мне пришёл вот прям именно этот возраст. Там уже был такой. Но что особенно ценно, мне было приятно, что туда пришла молодёжь. Несмотря что в основном, конечно, это люди возрастные в этом коллективе. А придя, что пришла молодёжь, произошло такое вот ощущение, что они все помолодели. Ну да, выравнился возраст. Да, да, да. Очень было приятно вот это. А что поёте? Какой репертуар? Вы его как-то отбираете? Вы как художественный руководитель, вы что-то из своей, так сказать, музыкальной копилки достаете. Знаете, как театральный режиссёр? Ставим вот это. Либо вы где-то что-то услышали. Знаете, мне рассказывал кто-то, что услышал жуткое исполнение чего-то и решил сделать, ну, чтобы, так сказать, сделать правильно. Вот как происходит выбор этого репертуара? Ну, во-первых, есть определённые рамки, какие песни я должна брать. Например, песня России надо обязательно, чтобы была в репертуаре. Песни, посвящённые войне, обязательно должны быть. Это просто тематические такие вот основы, которые обязательно должны быть. Ну, тем более вы выступаете на окануне праздника. Да, как с праздником, да, нам обязательно это нужно. А вот то, что касаемо народных песен, вот чисто народных песен, очень жаль, что многие из них просто забываются. Или преподносят нам их в совершенно другой трактовке, в полуэстрадном исполнении. Шумел камыш. Да. Вот толчком, как ни странно, вот именно к такой эстрадному вот исполнению, толчоку дала Надежда Кадышева. Они вот первые... Вот какие-то современные какие-то вот эти обороты, а песни бывают совершенно по-другому звучат. И, к сожалению, вот те, которые эти песни раньше не слышали, именно так, как они звучали вот при первоисточнике, они воспринимают их такими вот, знаете, вот такими лёгенькими. А ведь не всегда же она такая песня. Ну, безусловно. И я так понимаю, что вас, как специалиста, вы, как вы сами сказали, народница. Да, народница. Такое слово, да. Ну, просто это нужно объяснить, потому что, значит, есть эстрадница, есть народница. Да, конечно, да. То есть вы поёте народные песни? Народные песни. Эстрадные ни в коем случае. Нет, я не скажу, что я не пою эстраду. Но только эстрада, она же ведь тоже разная. Разная, да. Есть, которые прям совсем вот танцевальные какие-то, там такие лёгкие. А есть ведь эстрада, но в таком близком к народному исполнению. Ну, я предлагаю о песне, о музыке, об исполнителях, об исполнении поговорить во второй части нашей программы. Возвращаясь сейчас к вашему хору, сколько же сейчас человек у вас в хоре? Тридцать. Тридцать. И вот с этим хором сколько вы уже разучили композиций? Двадцать. Двадцать. Ну, а кто-то подумает, что это маловато, а кто-то подумает, что многовато. Многовато, потому что это... Сколько уходит время на каждое произведение? По-разному. Это зависит от того, какое произведение я беру. Если плясовое, то там, в принципе, ритм, текст и достаточно. А если я беру какое-то произведение, которое более такое богатое по содержанию... Ну, например? Ну, например, вот мы пели «Ванька-ключник». Так. Эта песня, ну, такая она, смысл её в том, если кто не знает, что у одного князя жил с женой он, и вдруг эта жена влюбилась вот в простого Ваньку. Как это бывает. Как это бывает. И вот князь вот этот решил его погубить. И в итоге он его повесил. А княгиня, увидев, что её любимый погиб, зарезала себя ножом. Поэтому спеть её просто так вот быстренько не получится. Надо обязательно вложить этот смысл, рассказать, донести содержание. Вот вы интересную тему сейчас сами того коснулись. У нас же, смотрите, все сказки русские народные, они страшные. Все с кровью, всех там режут, убивают. Ну, заканчивается хорошо. И ещё пузо вскрывают, чтобы достать красную шапочку, которая жива, как ни странно. Хотя тоже, видимо, должна была задохнуться. Потом все наши народные былины, всё почему-то с каким-то таким рёлом страха, жестокости и так далее. И вот песни. У нас же не может быть народная песня без какой-то вот истории. Либо мы гуляем, да, так вот, прямо, опять же, народный танец руки раскрываем. И плюс тема песен. Я говорю, это немножечко сейчас иронично, но, тем не менее, это же ведь так. В народной песне сохранилась огромная вот эта человеческая история. Конечно, это жизнь. Всё, что происходило, то и отразилось в песне. Если песня спета правильно, донесено содержание её, вот как вот это было у нас на концерте, который посвящён подтверждению звания, песню спели аплодисментов какие-то секунды нет. Почему? Потому что зрители седут в шоковом состоянии. Вот, значит, правильно. Мужчины, женщины, юноши, девушки. Кого у вас больше по гендерному признаку? Женщины. Женщины, всё-таки, любят петь. А вы как раскрываете, вот как в хоре раскрывают такие специальные папочки поёте? Или вы наизусть учите? Нет, наизусть, конечно. А как вот это, кстати, вопрос, наизусть-то выучить? Бывают же слова, что никак не лезут в голову. Ну, во-первых, если песня начинает нравиться, она легко запоминается. А чтобы она понравилась, надо сначала её показать. Показать так, как она должна быть, уже сделана вот в конце. Поэтому, когда нравится, начинает, знаете, как это, мурлыканье такое, вот это вот потихоньку, и дома там они там поют. Это естественно. Но потом репетиции всё-таки же. Кстати, да, вот скажите, вот этот феномен, сейчас, да, отвлечённый вопрос. Бывают песни хорошие, ну, хорошие, нехорошие, тут трудно сказать. Нравится, не нравится. Нравится, не нравится, да, спимая красавица. Смысл в чём? И напиваешь её целый день, вот никак не можешь её с языка убрать. Что это с человеком происходит? Значит, что-то там в голове произошло, зацепило? Я не знаю, что это, я не могу это объяснить. Причём разное было. Но иногда бывает, да, действительно, невозможно вот оторваться. И она вот всё время звучит, её всё время поёшь. Ночью, проснувшись, она сразу прям звучит в голове. Наверное, что-то такое у нас такое есть, ну, какое-то необычное, что-то наше свойство. Код, зашифрованный код, да. Наверное. Хорошо, как к вам можно записаться? Вот сейчас нас могут слушать те люди, которые хотят принять участие в программе «Активное долголетие». Как пройти ваш, судя по такому количеству, всё-таки суровый отбор? Не каждому же дону петь? Не каждому. Но поскольку у меня коллектив не профессиональный, а любительский, мы приглашаем тех, у кого, ну, кроме желания петь, есть ещё музыкальный слух. Потому что когда человек без слуха, уж очень тяжело. Можно проверить, есть слух или нет? Это элементарно. Нет, просто человек, нет, просто, я прошу, спойте что-нибудь. Ну, любое, что вы знаете. Ой, мороз, мороз. Замечательно. Вы уже поёте в том вот плане, как она должна звучать. Вы мерстите. Нет, я не говорю, что вы прям исполнитель. Ну, по крайней мере, мелодию я могу узнать? Могу, значит, у вас есть слух. Если вы поёте в тональности, никуда не уезжаете, значит, у вас есть слух. Значит, вы нам подходите. А уж умеете ли вы своим голосом владеть так, как мне вот надо, как руководитель? Это другой разговор. Потому что в процессе репетиции я ставлю какие-то задачи, которые надо выполнить, и вы будете волей-неволей стараться их выполнить, и ваше мастерство будет расти. Вы знаете, многие люди и младшего возраста, и старшего, любого, они не в курсе, что если они будут петь, то это ещё на здоровье очень хорошо влияет. Да, конечно. Потому что люди же не умеют разговаривать. Ведь, как я говорю, например, своим студентам, что голос – это то, чего нет. Руки есть, ноги есть, голова есть, а голос – это воздух. Потрогать нельзя. Потрогать нельзя. Да, это то, как ты своим телом умеешь управлять воздухом. И есть целая гимнастика по системе, да, специальная, она не разная есть, ну, там, Синяльникова и прочие коллеги. Вы считаете, что песня может вылечить человека? Ну, я не скажу, что вылечить, но случаи такие, что ко мне приходят люди, говорят, болит голова, я сегодня не буду петь. Я говорю, ну, хорошо, вы не пойте, посидите так вот это. Потом в процессе вот там этого занятия потихоньку, потихоньку, потихоньку начинают петь, петь, петь. Подхожу, спрашиваю, ну, как вы себя чувствуете? Удивленно, я так говорю, а что, нормально? Да, уже забыл. Забыл, да, забыл. И то же самое давление, когда бывает, я не буду петь, не могу, не могу. Тихонечку, тихонечку, дыхание, вот это дыхание, то, что вот обогащение идёт кислородом, там мы насыщаем, правильно дышим. Ведь это же, в принципе, целая работа вот эта. Вы суровый руководитель? Нет. Я не суровый, но я требовательный. Но требовательный... То есть вас не обманешь неправильными нотами? Не хотелось бы. Не хотелось бы, чтобы... Ну, в хоре же, знаете, как говорят, что... Нет, то бывает, я слышу, что фальшивят, да, но я никогда не подойду, не скажу, что ты фальшивишь, ты плохо поёшь, я подойду и скажу, что, знаете, кто-то вот у вас тут вот фальшивит. И так посмотрим. Вот вы послушайте, вот кто... Я знаю, кто это делает, я знаю, но я не скажу им откровенно. Они же сейчас будут смотреть, сейчас увидят. Да, вот вы, пожалуйста, там вот послушайте, прислушайтесь, как поёт соседка. Люди тоже знают, что вот это вот она сделает. И она будет немножко тише петь и уже прислушаться. Выравниваться. Совпадают ли они? Этого достаточно бывает. И же я скажу, знаете, вы там вот плохо. Она может обидеться, что у меня там не всё получается. И вообще ко мне не придёт. А мне этого не надо. Мы сейчас вернёмся к разговору, кстати, о песне тоже, не только о хоровом пении, но сделаем небольшую паузу в программе «Открытый диалог». Напоминаю вам, что эта программа «Открытый диалог». Сегодня мы общаемся с заслуженной артисткой России, руководителем хора «Русской песни» Красковского культурного центра Лидии Васильевны Ходяковой. Лидия Васильевна, скажите, пожалуйста, я когда готовился к программе, прочитал у вас хор такой, с регалиями, вы участвовали во многих мероприятиях. Расскажите об истории, где побывали, чего выиграли, чего хотелось бы выиграть. Но я же говорила, что я работаю с хором всего лишь только год, и так получилось, что из коллектива ушёл руководитель, ушёл концертмистер, а это половина дела. Да, потому что какие-то песни я уже не могу восстановить. Кто-то поёт мелодию так, другие начинают спорить. Нет, это мы не так пели. Вот это спор, это хуже нет. То есть сначала? Да, поэтому я решила не брать... То есть история остаётся добрая, добротная? Я решила, что надо всё делать сначала. Я знала, что для подтверждения звания надо обязательно участвовать в областных фестивалях. Если нет каких-то призовых мест на этих фестивалях, то звание невозможно подтвердить. И мы стали готовиться очень серьёзно. Выучили песню без сопровождения. Ту песню, с которой звучала в хоре радио, где я работала. Очень такая приятная, но сложная. Не выезжали ни на какие большие конкурсы. В течение вот этого года руководство дало нам такую возможность, чтобы подготовились. К карбаш, да. Да. А после этого, после съёмок, прям буквально где-то через неделю, мы попали на гастрономический фестиваль, который проходил на Красной площади. Да. И туда мы попали. Ну так вы видите, уже на Красной площади. Да, было. Ваши-то столько придало нам энергии, столько удовольствия, что как-то, знаете, воодушевились. И вот эта вот наша работа, то, что мы побывали где-то такой, очень нам помогла при подтверждении звания. Возможно, в этом заложен и успех самого руководителя, которая такая серьёзная работа была. Вот вы как опытная певица, да? Есть же такая профессия? Есть. Певица. Да, есть. Вот сколько вы в профессии, и что было у вас в вашей песенной биографии? Такого интересного, о чём бы вы с нами поделились бы? Ну, я пришла совсем юной девчонкой в хор радио и телевидение. Там отбор какой-то был? Да, конечно, там был конкурс, и надо было проходить по конкурсу. Даже сначала я пришла не на конкурс, а только на предварительное прослушивание. И так получилось, что меня пригласили в маянную комнату, ну, и, говорится, там просят спеть, а я Кутузу вообще в лицо никогда не видела. Я просто знала, что вот есть он такой вот, а вот так вот близко нет. И я пела песню... Это человек, который набирал, да? Да, да, он же главный, он отбирает, да, и я пела песню. Пою и думаю, боже мой, как же хорошо играют три баяниста. Там вообще делать нечего. Просто вот пой, просто и получаю удовольствие. Вдруг у меня один баянист говорит, подожди, минуточку. Куда-то там он вышел, потом приходит, говорит, ну, давай ещё раз. Ну, пожалуйста, хоть ещё, хоть 20 раз там. Я это всё пропела. Потом подходит мужчина, садится к инструменту, и начинает проверять мой музыкальный слух. А я училась в училище. Думаю, господи, какую-то ерунду там. Что там музыка, всё понятно. Тут у меня там интервалы какие-то, дна прям всё сказала. И он мне говорит, ну, хорошо, приходите к нам через неделю, у нас вот конкурс туда. И ушёл. И мне баянисты говорят, ну, ты даёшь, я так разговариваю с ним. Говорю, а с кем? Говорю, с Кутузовым. И тут мне стало так страшно, что я вот так вот с ним вот запросто. А может быть, это и помогло. Может быть, потому что я его не видела, не знаю, поэтому как с обычным человеком я так беседовала. Через неделю конкурс. Я простываю, у меня пропадает голос. Ну, так всегда начинается работа. И я звоню хрипатым голосом, Николай Васильевич, у меня голоса нет. Он говорит, приходи на конкурс всё равно. Я пришла, стала петь, а ни одной высокой ноты взять не могу, поскольку он меня слышал до вот этого, на прослушивании. Он сказал, всё равно мы тебя берём. И так я ещё даже не закончив училище, я попала уже в хор. Радости, конечно, было, ну, просто не передать, потому что попасть в академический хор русской песни Всесоюзного радио и Центрального телевидения, кто я, простая девчонка, которая готовила стать музыкальным работником в детском саду. И когда я пришла, потом я закончила училище, сдала госэкзамены, и мне надо было первый день выйти на работу. А у них была передача на радио. И я почему-то думала, что они стоят такие всенарядные, в костюмах, и поют эту передачу. И вот я пришла в операторскую, а там такое огромное-огромное стекло у оператора, и виден хор. И когда я их увидела, что они, господи, они все такие простые, в обычной одежде, кто накрашен, кто не накрашен. Я даже разочаровалась. Думаю, ничего себе хор какой. Но когда они запели... Все это скрасилось. Все абсолютно пропало. Как же они пели хорошо. И вот я там проработала до, сейчас скажу, 35 лет. Угу. В хоре. Я была сначала артисткой хора, потом солисткой, потом солисткой в танцевальных номерах, потом вела концерты, а потом уже стала хормейстером этого хора. Вот я уже уходила хормейстером хора. Поскольку Кутузов дал очень большую хоровую школу, мне было жалко, что все это может пропасть. И я решила сделать хоровой коллектив. И вот я так постепенно пришла заработать в самодеятельность. А в самодеятельность пришла тоже по-совому. Моя мама, она тоже работала, занималась все время в самодеятельности. И у нас здесь в городе Люберцев, в ДК Искара, был хор. Угу. И так случилось, что руководитель ушел. А им надо было как-то там куда-то готовиться, как-то чего-то. И мне вот баянист звонит и говорит... Помоги. Помоги. Ты же там работаешь. Они думают, что если я там работаю, я же все умею. Угу. Мама говорит, ну пойди, ну помоги нам хоть как-то концерт-то надо же его сделать. Ну ладно, иду, вся волнуюсь, вся трясусь от страха. Как я перед взрослыми людьми, какая-то там девчонка, которая толком ничего не умеет. Что я ей могу вообще показать? И чем подсказать-то? А когда пришла, поняла, что они ничего не умеют. А я уже многое знаю, потому что я слушала Гутузова во все глаза, смотрев на него. И я там им кое-то чего-то такое показала, подсказала. Ну и они вот... И пошло дело. И пошло дело. А баянист мне говорит, слушай, оставайся у нас с руководителем. Я говорю, да я не умею. Он говорит, да научишься, постепенно вот так вот научишься. И так и пошло. Вот так и осталось. Вы знаете, я хотел еще... У нас мало времени остается, но поговорить вообще о песне. Вот как вы считаете, ведь много певцов, которые имеют великолепный голос, великолепные данные. Но кто-то выбивается куда-то, а кто-то не выбивается. Почему? Чего не хватает голосу иногда? Вы знаете, человек обладает голосом, но он редко, когда человек владеет голосом, и многое умеет сделать этим голосом. Есть люди, которые обучаемые, а есть, которые обучению не поддаются. То есть, допустим, если вы умеете голос, я с вами занимаюсь, вот я чего-то добилась, я прихожу на следующую репетицию, а вы опять на том же луне, где стоите, и не желаете воспринимать замечания. Я не говорю о себе. Я говорю о любом человеке, с любым педагогом работаю. Если вы наращиваете это мастерство, тогда это другой разговор. А если вы считаете, что я велико имею голос, то ничего не получится. А что там, что-то открывается в голосе, вот когда с ним работаю? Нет, просто голос должен быть очень податлив для того, чтобы раскрыть содержание того или иного произведения. Ведь надо сделать уметь постепенное увеличение громкости, постепенное, или наоборот, затихание, постепенное. Это не всегда получается, этому надо учиться. Чтобы передать характер того или иного произведения, тоже надо знать, а где спеть громко, а где спеть тихо. И не всегда человек, владеющий голосом, это видит. Со стороны оно виднее бывает. А если ещё человек опытный в этом плане, так вообще замечательно. Хорошо. А вы можете сегодня, например, хор хором взять человека, какого-то молодого, или девушку, или парня, или может быть, несколько человек, и сделать из него, пускай не народного исполнителя, а вот эстрадного певца. Голос вы можете поставить? Ну, конечно. Я работал в своё время в девятнадцатой школе, на высшей школе, и ко мне, даже сначала не в школе, а просто в ДК, пока его не закрыли, ко мне пришла девочка, пяти лет, чудесная девочка Полина. И мы с ней начали заниматься. Мама просто сказала, вы с ней позанимайтесь. И вот мы начали-начали, как же она хорошо пела народные песни. Это было что-то изумительное. И она и показывала их, и рассказывала их голосом, и всё. А потом так случилось, что она вот уже подросла, уже перешла в другую школу, и услышала я, и как-то однажды она запела, а уже нет, не то, потому что нет руководства, и она потерялась. Уже стала какой-то где-то эстрадой такой вот что-то петь. Вот очень жалко. Надо, чтобы были систематические занятия. То есть у одной Полины может получиться, а у другой нет. А у другой не получится, совершенно верно. У нас три минуты. Мало, конечно, для серьёзного разговора, но всё-таки вы не боитесь того, что с песней что-то происходит, как с жанром? Ну, я же говорила о том, что очень сейчас идёт осовременивание. В данном случае я про народную песню. Не всегда аккомпанемент такой, какой он должен бы быть. А может быть это нормально? Может быть это эволюция? Ну, смотрите, эстрадные песни, да? Помните Советский Союз? Зыкина, да, с которой, я так понимаю, вы тоже работали вместе. в концертах были вместе. Вот. Какой-то был такой период, и вроде уже и не народные песни, но вроде ещё не совсем эстрадные. Много таких исполнителей в таком жанре работали. Всё это было так, да, ну, бронзово, бронзовело так. Потом это всё, в 90-е годы, когда всё разрешили, всё это превратилось в какой-то такой музыкальный мусор, ну, на мой взгляд. Да. А сейчас, в принципе, ты понимаешь, ну, пусть будет и это, и рэп, и то, и третье, и десятое. Каждый выберет для себя всё, что захочет. Но, наверное, есть люди, которые певец или певица в глобальном понимании, которые и сердцем, и голосом поют, и смысл какой-то вкладывает, и неважно в каком жанре, но их единицы. Так? Согласна с вами, согласна. Есть песни, которые можно спеть и эдак, и эдак, но что-то, мне кажется, должно оставаться вот в определённом вот виде, который не хочется переделывать. Какие-то старинные песни. Вот сейчас вот студенты ездят в экспедиции у бабушек, у живущих ещё бабушек, пытаются собрать, что они пели. Ведь они же их не кладут на современную какую-то обработку, а ведь хотят сохранять именно вот так вот. Что-то, да, может звучать вот и в современном. Да, конечно. Но что-то должно остаться. Но что-то должно остаться ведь именно в первозданном виде. Вот скажите мне, уважаемая Лидия Васильевна, Новый год, у нас певица в гостях. Какие у вас есть песни новогодние? Ну, хотя бы пару строк, или мы не сможем так, в финале уже программа завершается. Качестве поздравления с Новым годом. Вы имеете в виду, что исполняет хор? Ну, вы же тоже певица. Сюрприз. Сюрприз, да. Нет, я вам не пою так, как вот новогодние вот прям песни. Я же ведь работаю с хором в основном. Но это, конечно, знаменитые валенки, которые мы будем исполнять. Но не новогодние, а наверняка будет у нас рождественские какие-то гуляния. И вот там, я думаю, что хор будет исполнять вот эти старинные. И вы будете подпевать там про себя. Про себя, да. То есть песню я не дождусь сегодня. Зимнюю вряд ли. А не зимнюю? Не зимнюю? Не зимнюю, пожалуйста. Давайте. Сранило колечко Со правой руки Забило сердечко О милом дружке Ушел он далеко Ушел по весне Не знаю Искать где В какой стороне Надену я платье К львелому пойду А месяц Дорожку Укажет К нему Заслуженная артистка России Лидия Васильевна Ходякова И не знала, что заставлю ее петь В нашей сегодняшней программе Руководитель хора Русской песни Красковского культурного центра Если хотите петь Ну хотя бы рядом Как поет Наши гости Приходите Записывайтесь И пойте Спасибо вам огромное Спасибо Великолепный голос Это была программа Открытый диалог С вами Николай Пивненко До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин